Удаление, жесткая борьба за шайбу и овертайм. В первой домашней игре в этом году в рамках первенства Нижегородской области среди мужских команд царовские спортсмены скрестили клюшки с борским кварцем. В первом периоде саровчане заявили о себе как о серьезном сопернике, отправив в ворота борчан сразу три шайбы, в ответ получив одну. Пока хорошо, нравится. Наши ребята стараются. Но пока ведут еще. Посмотрим дальше, что будет. Ребята хорошо играют. То есть вам все нравится? Хотя доставляют удовольствие. Конечно, победа. Мы быстрее. Мы быстрее. У нас нападение быстрее. У них медленнее катаются ребята. Так что мы за счет скорости выиграем. Мастеровито сыграла румынин. Три шайбы – это хорошо. Я надеюсь, что и будет дальше увеличиться счет. И наши выиграли. Во втором периоде обе команды обменялись тремя шайбами. А в третьем на ледовом поле развернулись нешуточные баталии. Взяв инициативу в свои руки, хоккейный клуб «Кварц» забил ворота саровчан сразу два гола. Основное время закончилось со счетом 6-6. Исход игры решил овертайм. 7-6 в пользу саровчан. Здесь нет слабых соперников. Все могут, все хотят. Поэтому раз зацепились. 6-6. Ну, хорошо, что овертайм выйдет. По словам тренера хоккейного клуба «Кварц» Алексея Мишина, до победы ребятам не хватило выносливости. Виной всему усталость с дороги. Отсюда идет невнимательность и рассеянность спортсменов. Плод такой ошибок, невынужденных. Ошибаются в передачах, идет перехват. И ребята из Сарова очень быстрые и хорошо играют в пас. Естественно, они разрывали наших защитников и забивали голы. Причем голы хорошие. Ну, можно порадоваться за тех ребят, исполнителей, которые это делали. Результатом, конечно, удовлетворены. Даже проиграв в овертайме, тем не менее, я считаю, что мы достигли и заслуженного этого очка. Хоккейный клуб «Саров» занимает четвертую строчку турнирной таблицы. Следующий матч он проведет 11 января. Спортсмены примут на своем льду команду «Изурение». Начало встречи в 13 часов. Следить за игрой можно будет онлайн в официальных группах ТРК «Канал 16» в соцсетях и на Ютубе.